Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители! Я Гарри Табах и это программа OnTarget. Программа о людях, о людях, которые сделали что-то для общества. Очень часто они это сделали ущерб себе. Это мои личные герои. Герои, которых мало кто знает. Они скромные люди. О них складывают песни, делают кино, делают репортажи. И на них слава их переходит актерам, которые просто могут подражать их и больше ничего. Или певцам, которые могут красиво спеть о них. Или журналисты. И таким образом их используют. Поэтому я хочу, чтобы с ними больше, ближе познакомились как с людьми. Что эти люди существуют. Они правда есть. Эти герои. И сегодня я хочу познакомить вас с одним очень уникальным человеком. Олегом Петровичем Коростелев. Я правильно сказал? Коростелев, да. Олег Петрович Коростелев, герой Украины. Настолько скромный человек, что он, когда я сказал, где же ваша медаль героя Украины? Он сказал, я ее забыл. То, что никогда не сделает какой-нибудь актер или журналист или какой-нибудь политик, не к столу будет сказано. Они-то себя обвешивают всем тем, что заработали эти герои и присвоят себе очень часто. Поэтому Олег Петрович Коростелев у нас ген-конструктор конструкторского бюро ЛУЧ. И Олег Петрович, если вы можете, расскажите немножко о себе. Кто вы такой? Кем были ваши родители? Как вы вообще стали ученым человеком? Что вас в науку привлекло? Ну, вопрос, конечно, как говорят, интересный. Где вы выросли? В Киеве? В общем-то, вырос я на Украине, Белоруссии. Отец был военным мой и родился я на Украине. Прожили практически мою сознательную жизнь до девятого класса где-то. Потом мы переехали в Белоруссию, отца перевели служить. Вот. Потом я вернулся на Украину уже после школы и поступил в авиационный институт. Тогда он назывался КиИГА. Киевский институт инженеров гражданской авиации. Это был такой особый институт. Там были только ребята, когда я поступал. Это 67-й год. И все ходили в форме гражданской авиации. Это было приятно. Как мой приятель сказал, все, здесь форма, здесь все девушки будут наши. У нас говорят, к этой форме прилипает все, кроме женщин и денег. Черные, синие. Вот. Так вот, да, то есть основные года мои прошли, конечно, на Украине. И здесь я вырос, скажем, как человек, как инженер, как ученый, если на то пошло. Вот. И эти места, Киев, Кировоград. Сейчас он называется немного по-другому. Вот. И я надеюсь, что, конечно же, мы... Мне приходится бывать во многих городах Украины. И я всегда ловлю себя на мысли, особенно когда где-то бываю за границей, что красивее Украины, красивее их людей, добрее, наверное, более трудолюбивые, наверное, нигде и нету. Я с вами соглашусь. Я только что ехал на поезде на западную Украину в Тернопольский университет и смотрел в окно, и насколько красивая здесь земля, насколько красивые города. Да. Я с вами полностью согласен. Я жил по всему миру. А как вот... У меня вопрос к вам такой. Потому что всегда мне говорили, как в Украине все разворовали, как в Украине все развалили. В 90-е годы, в 2000-е годы, в эти тяжелые времена. Вы не бизнесмен, вы не политик. Вы, как Райкин говорил, простой инженер, можно сказать, несчастье в семье. Да, простой инженер. Вы не товаровед, не экономист. Как вам удалось сохранить и построить в такие времена, когда Украина не собирается ни с кем воевать? Тем более, зачем ей ракеты? Как вам удалось сохранить это и удержать это предприятие? Ну, Юрий Зиновьевич, я вам скажу, что. Конечно же, это случай меня самого удивляет. Вот. Чем он удивляет? Вот. Потом я, когда анализирую весь путь, который прошла наша организация, нету, фактически нет ничего удивительного. Ну, мы занимаемся техникой, которая не делается одним предприятием. То есть, любая ракетная техника, она требует двигателистов, то ли те, которые делают двигатели, точнее, снаряжают двигатели твердого топлива, ракетные, в классическом понятии. Двигатели, турбореактивные двигатели, вы знаете, наша страна богата таким предприятием, как Мотор Сич, который в советские времена разрабатывала, изготавливала двигатели, турбореактивные двигатели специального применения, так сказать, кратковременного действия. Это для крылатых ракет двигатели. И здесь всегда Украина славилась электроникой. Электроникой в широком понимании смысла. Это и элементная база, это и особые специальные устройства, фотоприемные устройства, излучающие устройства, устройства, обеспечивающие преобразование сигналов одних в другие, лазерные источники. И вот, когда 30 лет назад пришлось окунуться, будем говорить, именно в разработку ракетной техники, потому что в нее я окунулся очень давно, почти полстолетия назад. Окунулся с института, окунулся со своего первого места работы, так сказать. У меня всего два места работы. Это завод-генератор киевский. Это, будем говорить, серийный завод, изготовитель СВЧ-приборов. Сейчас он практически уже на боку, потому что вакуумные СВЧ-приборы, они уже практически вышли из употребления. Сейчас твердотельные СВЧ-приборы превуалируют. Но потом я перешел на... Буквально поработал пять лет, тут мы немножко касаемся моего пути. Пять лет и перешел в конструкторское бюро «Луч». В прошлом году исполнилось 55 лет конструкторскому бюро «Луч». И там я сразу окунулся в ракетную технику. Почему? Потому что оно было головным предприятием вообще на весь Союз разработки средств контроля ракетной техники. Все авиационные ракеты контролировались нашей аппаратурой. И естественно у нас были специалисты, которые знали ракету от начала до конца. Головки наведения, двигатель, систему управления, автопилоты, рули, привода и так далее. И вот здесь как раз получилось то, что когда Украина приобрела незалежность, правительство нам предложило и поручило фактически обеспечивать ракетную технику. Вы знаете, что в Украине есть два конструкторских ракетных бюро. Это КБ «Южная», как раньше говорили по большим формам, это баллистические ракеты, межконтинентальные и так далее. И есть КБ «Луч», которая занимается противотанками, зенитными системами залпового огня, крылатыми ракетами. Теперь уже то, что сегодня необходимо в АТО. Да, ну то, что необходимо вообще всегда было для любого государства. Вы понимаете, вы так говорите, как будто вот знаете, я разговариваю с каким-нибудь офицером, я говорю, как же тебе удалось вот взять эту высотку или уничтожить эту террористическую организацию? Он говорит, ну мне поступил приказ от командования, я с ребятами пошел и мы выполнили издание. Я не совсем понимаю все украинские реалии, но я понимаю, даже если в нашей стране человек, как вы, когда идет бизнес, когда на земле надо построить какое-нибудь здание, шоппинг-молл, еще ваш завод снести к чертовой матери, лучше здесь построить какую-нибудь парковку для машин. И вы ходите, и вы подставляете свою голову, я понимаю, что вы рискуете, ну просто так героя вам не могли дать, потому что вы делали, просто потому что вы выполняли какой-то приказ. Так не работает. Вы много лет, видимо, рисковали и понимали, что или пан, или пропал. А ведь так было? Да, Юрий Зинович, вы опытный человек, поэтому смотрите в корень, это действительно так. То есть, да, было очень много моментов, когда можно было чего-то не сделать. Я вот начал, а потом так растекся мысли по древу. Я наверняка у вас, извините, я наверняка к вам поговорю, да сумасшедший этот старик инженер, он думает, что мы, с кем мы, Украина, будем воевать? Да сколько у вас политиков это говорили, да с кем нам воевать, да зачем нам эти ракеты, да зачем это все надо, да мы потом это купим. Совершенно верно, особенно нам это говорили в начале. Или потом американцы придут, нас спасут, они же пообещали нам, когда нам все пообещали. И вы ходите и доказываете обратное. Да, вы знаете, вы правы, в начале 90-х было очень тяжело сохранить наш профиль, потому что именно так и звучало все. Все это уже никому не нужно, и все, так сказать, становится на мирные рейсы, надо заниматься конверсией, то есть превращением военного производства в гражданское. Но потом, как бы, наши, все эти представления перевернулись немножко, и мы поняли, что существовать и зарабатывать деньги можно на военной продукции, она востребована. Я начал и немножко, как я уже сказал, ну, перешел в другую категорию, начал с чего, что хотел подчеркнуть, почему это возможно, возвращаясь к предыдущему вопросу. Потому что Украина богата направлениями, научно-техническими направлениями. Да, они потихоньку уходят, к сожалению, но некоторые новые развиваются. Это приятно, как бы, осознавать, несмотря и вопреки, будем говорить. То есть, ракета чем характерна? Это средство наведения, это средство доставки, это средство управления. Вот все эти элементы, они в Украине присутствуют в такой яркой форме. Если взять систему наведения баллистических ракет, инерциальные системы, у нас есть Хартрон, об этом все знают, я тут тайны не раскрываю. Если говорить о двигателях, как я сказал, есть Павлоградский завод, есть машиностроительный, Южный машиностроительный завод. Если говорить о турбореактивных двигателях, целая линейка, это производитель Мотор Сич, начиная с самых больших двигателей для Мрии, для Руслана и заканчивая маленькими движками для крылатых ракет. Это же приобретение. Для того, чтобы любой стране дойти до этого уровня технологии, нужны десятилетия. А мы это в начале 90-х получили, как готовая, так сказать, нам судьба так распорядилась. И когда начинаешь заниматься, вот мы занимались контролем ракеты, вот когда я начал заниматься построением ракет уже, а не контролем, то тогда вдруг обнаружил, есть головастика, как это говорят, те, кто разрабатывает головки. Самое лучшее КБ тепловых головок, в Союзе было это ЦКБ, Арсенал, оно есть у нас. Есть, появились, кстати, новые КБ, которые обеспечивают радиоэлектронные головки наведения, активный радар, так сказать, на ракете стоит. Есть несколько предприятий, обеспечивая лазерную технику. Как я уже говорил, автопилоты у нас и Хартрон, и КБ Луч, и многие другие. И я бы назвал, наверное, мог назвать еще два предприятия, которые могли бы это делать. И вот когда я окунулся в такую множественность, я понял, что не все пропало. То есть мы можем делать эту технику. Другой вопрос, что надо было сосредоточиться и начинать думать о том, как продать цех, как распродать железо, которое на складе и так далее, а начинать думать о том, как создавать. Вот я отношу и предыдущего своего руководителя, который как раз принял в эти 90-е годы такой тяжелый удар, это он до сих пор живой, Семенов Леонид Антонович. Он был начальником КБ, раньше так называлось, потом был главным конструктором и директором. И в 2003 году, в конце года я заступил на это место. И я продолжил фактически то, что мы продолжали, а именно создавать, строить, разрабатывать, выпускать. Намного сложнее, чем распродать железо. Конечно, конечно. Я вам скажу, вы знаете, я когда вот так думаю, то, наверное, нам надо назвать мастерами долговременных проектов. Потому что любая такая техника делается не менее пяти лет. Это очень сложно в стране, где бюджет нулевой или отрицательный. Да, это чрезвычайно сложно. А какое ваше любимое детище? Вот что вы такое иногда ложитесь вечером там в постель, закрываете глаза и говорите, молодец я, вот это получилось у меня, сделала я эту штуку. Она летит. Все сказали, что не полетит, а у меня полетела. Вы знаете, до сих пор идут споры, до сих пор есть бумаги. Некоторые люди пишут, что на самом деле Нептуна нет. Он там летает, как баллистическая ракета. Это одна из ракет, которую вы создали. То есть, ну не я, а скажем, большие коллективы в том числе. Я хочу заметить, извините, что я перебиваю, чтобы просто не забыть это сказать потом. Я не ученый. Но я могу сказать, что ученых много. А вот лидеров мало. И Олег Петрович, вот пока мы говорим, он еще ни разу не сказал я. В смысле я создал, я сделал. Он говорит, я сказал там. Он говорит, я использую только в личном состоянии. А в целом мы, нас и поправляет, что это не он, что это все вместе. Потому что вот это и есть качество лидерства. Любви к своей родине, любви к людям, любви к коллективу, когда ты думаешь о них. А вы поговорите с политиками, у них одно я. Поговорите с этими кинозвезд, с журналистами. Они я, 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 я. Я вчера был на программе. Один политик, он 48 раз сказал слово я. И это все он сделал. Правда, ничего хорошего я не видел в всем, в чем он сделал. Но это он все сделал. Поэтому это и есть качество лидерства. Извините, что я вас перебил, Олег Петрович. Да нет, ничего. Просто заявлять я, когда все прекрасно понимают, те, кто понимает, что вот создать комплекс, не ракету, а комплекс крылатых ракет. Это и системы управления, системы приема информации, системы передачи данных, закрытые. Это обеспечение выставки, как говорят, инерциального блока ракеты. Это обеспечение пуска, отделения стартовых двигателей. Много-много чего друг за другом, которое обеспечивает попадание ракеты. И я скажу, что я прекрасно понимаю, что в советские времена на такие работы давали бездонное количество денег. И да, тоже были сроки, тоже были жесткие условия там. И тоже не эти люди, советские, скажем, конструктора не разрабатывали на голубой блюдечке. У них типа все было. Нет. Но возможности были у них гораздо больше. У нас меньше. Мы стеснены деньгами, стеснены организацией и так далее. Тем не менее, Украина, я подчеркиваю, украинские предприятия, в эту кооперацию входит около 20 предприятий. И мне удалось, вот в данном случае скажу, мне удалось найти тех творческих людей, тех, которые зажигаются идеей, те, которые не покладая рук работают с утра до вечера, нацеливают свои коллективы. И это привело к результату. И как вы сказали, о чем вы думаете? Я думаю о Нептуне. Это Нептун, и эта ракета, она предназначена для чего? Это крылатая ракета для обеспечения поражения кораблей. Я как морской офицер могу вам сказать, что мне нравится и название, и цель. Вражеских кораблей, я надеюсь. А вот вы говорите людей, которые загораются, и творческие люди. Какой средний возраст ученых, рабочих у вас, например, на предприятии? Я недавно делал доклад на конференции трудового коллектива по принятию колдогера. У меня есть точная, осталась в голове точная цифра. 47 лет. 47 лет. Это очень маленькая цифра для таких предприятий, как наша. Это довольно-таки молодые люди. У нас по структуре возрастной 30%, то есть до 30 лет у нас 31%, примерно 30% с 30 до 45-47% и примерно 30% от 45 и выше. То есть у нас вот такая, я бы сказал, самое, наверное, удачное деление возрастной. Это еще один показатель лидерства, потому что в тяжелые времена, экономически тяжелые времена, люди творческие, люди одаренные, которые понимают, что они могут быть и бизнесменами, они могут поехать в другую страну жить. Люди грамотные, высокообразованные, говорят на многих языках, наверняка читают, изучают иностранную литературу. Это люди умные, можно сказать. Они предпочитают оставаться у себя в стране и работать, и создавать, и созидать вещи в конструкторском бюро. Наверняка понимая, что миллионерами они никогда не станут, но чтобы любить это дело, это должен быть лидер, это должен быть человек, который стоит во главе этого и вдохновляет их. Это только в этом есть одно геройство, когда есть такой лидер, и это намного сложнее. А кто был вашим любимым учителем? У вас есть человек, который вы иногда тоже ночью с ним советуетесь? Ну, наверное, так вот, чтобы ночью советоваться, нет. Ну, я имею в виду, в голове сидите и скажите, что мой командир сделал. Да, но, вы знаете, как-то у меня, наверное, таких два или три человека было, мне повезло в жизни. Конечно. Вот. Были преподаватели в институте, который привил любовь к науке, будем говорить. Унгурьян Сивостян Георгиевич, он, к сожалению, уже умер. Вот. Он был начальником отдела автопилотов в КБ Антонова, а потом он уже преподавал, когда вышел на пенсию, завкафедрой был автопилотов Киевского института инженеров гражданской авиации. Да, я с большой любовью его вспоминаю, потому что он дал многие жизненные моменты, такие, скажем, как бы опыт из жизни. И очень много научил понимать науку, как задавать себе вопросы, как на них отвечать. Я когда-то занимался молодостью в аэроклубе, летал на самолете, прыгал с парашютом, вот, было мне интересно. Как Гагарин, как Юрий Гагарин. Ну, что-то в этом роде, там, теоретически мечтал стать космонавтом, даже. Я тоже хотел стать космонавтом. Да, ну, это, как бы, мечты юности. У меня есть еще такая вещь, извините, когда я вижу, в Америке идут люди, которые одеты, как ковбои, ковбойская шапка, ковбойские сапоги, ковбойские ремень, это все. Я всегда хочу к ним подойти и сказать, вы понимаете, что вы ковбой в шоппинг-моле в Филадельфии? Я говорю, я тоже хотел быть космонавтом, когда я был юным, но я же в скафандре не хожу здесь, везде. Да, было. Так вот, до сих пор живет Чернухин Константин Михайлович. Он до сих пор живой, ему уже 85 лет. Дай бог ему. Это, да, вот, чисто авиационное здоровье, он был одним из первых инструкторов, вот, и запомнил на всю жизнь его выражение. Оно тоже помогает иногда, потому что в авиации как? Так, если принял решение неправильно, а потом перерешил, прошли какие-то секунды, оказывается, что ситуация уже ушла, и она может быть опасной. Поэтому было такое, у него такая, ну, поговорка была, если решение принято, значит оно верно. В дозоре, когда идешь, ты должен идти с этим, а не только с этим, тут еще должно быть. Да, то есть, если решение принято, значит оно верно. То есть, время на перерешение может и не быть. Вот, ну, это такое, знаете. И, ну, она еще рождение позапрошлого века была, но она была малограмотным человеком, но она настолько была трудолюбива, и настолько она растила и своих дочек, и, будем говорить, внуков. Вот, не покладая рук, с утра до вечера рабочий человек, вот, и я ее вспоминаю, у ней было кладезь всяких пословиц украинских, ну, естественно, украинка была. Вот, и я иногда смотрю, там иду, например, смотрю книги, там на раскладке лежат, там, например, книга «Думай богатей». А я сразу вспоминаю пословицу бабушкину «Дарак думкой богатей». Мы с вами похожи в этом, потому что я уверен, что ваша бабушка была мудрейший человек, так как и моя, моя бабушка, которая родилась в Украине, в городе Бар. Я там никогда не был, но обязательно туда поеду, и вот это человек, с которым я очень часто советуюсь в своей голове, это со своей бабушкой, хотя у нее не было никакого образования, но она была мудрейший человек, которого я когда-то знал. Поэтому, да, бабушка у меня в жизни сыграла огромную роль тоже. Если бы вы, Олег Петрович, если бы вы могли сейчас обратиться к американцам, или к украинской диаспоре в Америке, что бы вы им хотели передать, что бы вы им хотели сказать? Ну, я бы хотел сказать, что помогите нам сделать так, как у вас. Всего лишь навсего, да, чтобы были такие же законы, чтобы они так же выполнялись, чтобы так же относились к продукции. Вот я считаю, феномен Америки в том, что как бы там кто-то ее не ругал, или ругал, или хвалил, но я вот всегда говорю, что Америка это феномен в историческом это. Почему? Потому что там дают развиваться, она выросла из этого. Развиваться производительным силам. То есть, вы знаете, что меня поразило, когда я прочитал там историю Илона Маска? Он, кстати, не американец. Да, я знаю его историю, откуда он и как-то. Ну, если это уже написано, у него же много биографов. Ну, может, немного, может, один, но биографию. Но меня поразило, что когда он разработал интернет-банкинг там с группой ребят, то у него не отняли. Ну, пацаны. Ну, пришли и сказали, что в договоре там или при основании фирмы, так сказать, при оформлении не так записано, не там запятая, не то, не сё и так далее. Взяли, забрали и всё, тем более, кто без, так сказать, люди без особой поддержки. То есть, пацаны, 23 года, 24, а у них банк купил их систему, если не ошибаюсь, там было написано в районе там 130 миллионов долларов. Купили систему, на что он купил себе дом, там его доля была в районе 20 с лишним миллионов, это я прочитал, извините, беру из книжки, так сказать. И вот меня поразило, что у него не отобрали бизнес, не отжали, как у нас говорят, а он спокойно мог продолжать. Если бы у нас были такие условия для бизнеса, для производства, мы бы скакнули очень быстро, высоко. Я согласен с вами абсолютно полностью, да. Ну, это, к сожалению, зависит тоже от граждан, от гражданского сознания, от тех, у кого они голосуют в политику. Я, к сожалению, столкнулся здесь с некоторыми политиками и расстроен, ну, так же, как и с нашими тоже. Мы каждый заслуживаем то, что мы имеем. Ну, и хочу вас спросить такой вопрос, наверное, который вы задавали себе не раз. Вы считаете, это смерти несущие оружие, которое вы создаете, спасает жизни или забирает жизни? Вы знаете, ну, вы профессионально в среде. Потому что я себе этот вопрос много раз задавал, чем я занимаюсь. Я спасаю жизни или нет? Да, в этой части и понимаете те настроения и то, будем говорить, внутреннее состояние человека, который прикоснулся к автомату, прикоснулся к созданию большого комплекса там или всего, который фактически должен очень грамотно и точно нести смерть. Но вы знаете, я над этим разуждал давно, лет 25 назад, 30, я для себя принял определенную логику. Логику не потому, что она мне удобна, а потому, что я ее осознал. Я очень люблю историю и у меня очень много книг по истории Древнего Рима, как бы истории нашей, нашего государства. Я имею в том числе и Советского Союза, до этого Россия, которая объединяла это все, Украины как таковой. С разных источников интересно читать одного, другого, третьего, потому что один, как всегда, в одной идеологии пишет, другой другой, и где-то среди этого находишь объективное. Так вот, во все времена, оказывается, оружие делало историю. Оно или обеспечило его независимость, или отсутствие его обеспечивало в дальнейшем порабощение. Так случалось, ну, практически, если мы возьмем историю, начиная от Древнего Рима, средние века, потом 18-19 истории Америки, вы знаете эту пословицу, кольта, чтобы закон выполнялся, возьми револьвер. Да, уравнял всех. То есть, здесь мы однозначно выполняем общественно полезную миссию. Мы обеспечиваем выполнение законов и разговоры на равных. Вот это самое главное. И как бы кто ни кутался в какие-то одежды, там, красивые, розовые, или еще какие-то, но всегда человек будет оценивать свои возможности по отношению к другому человеку. Ну, к сожалению, так оценивают государство к государству. Ну, мы никуда от этого не денемся сейчас. Я лично считаю, что когда-то мой сержант сказал, что мы исполняем работу дьявола. И чтобы ее делать правильно, мы должны быть святыми. Я считаю, что ваше оружие, которое вы создаете, спасает жизни. Не только бойцов, которые его используют, но и тех, кто на вражеской стороне. Потому что оно точечное. Оно не просто убивает всех подряд, как воюют артиллерии или танки, и они просто закидывают это, как у нас называется, карпетное, ковровое покрытие. И все, что там попадает, оно уничтожается. А точечно уничтожает того, кого надо уничтожить. И вот пару лет тому назад наши крылатые ракеты уничтожили лабораторию в Иране. И она просто сложилась. Никто не пострадал вокруг. Гражданское население не пострадало. Из-за этого этим было спасено много жизней. Потому что оружие оказалось точечное. И не надо было кидать большие бомбы, снаряды и уничтожать все вокруг. Поэтому я считаю, что это огромное дело, когда такие люди, как вы и ваша команда, создают точечное оружие в таких условиях, в которых вы находитесь. Когда ни времени, ни денег на это нет. Экономика, и коррупция, и окружение врагами. Соседи сложные. Это, конечно, я считаю, огромное геройство. Потому что, да, звучать так, что, как вы говорите, ну, опять же, потому что вы скромный человек, как вы говорите, как будто это все так легко. Но я думаю, что люди, которые наши слушатели, ведь я уже не мои слушатели, а наши слушатели, и зрители понимают, что это все не так просто. И сколько человек должен брать риска, и сколько человек должен идти в лобовую атаку, чтобы добиться того, чего вы добились. И я традиционно хочу вам подарить нашу 2-долларовую бумажку, купюру. Она, говорят, приносит, притягивает деньги. Я думаю, что это фейк, потому что я уже много лет ее ношу, много денег не притянуло, но, правда, и не потерял, слава богу. Это редкая у нас купюра, а главное то, что на ней там картина подписания, декларации о независимости Соединенных Штатов Америки. У нас есть поговорка, что freedom is not free, это игра слов, что свобода свободно бесплатно не дается. За все надо платить, за все надо платить, и за все надо бороться постоянно, потому что если ты перестаешь, то ты точно потеряешь независимость. Поэтому это борьба, и даже у нас в стране до сих пор она идет. Я знаю, что здесь люди думают, что у нас все классно и все аккуратно, но это не так. Так, постоянно надо как вот мыть себя, чистить зубы, так же надо все время бороться за независимость. И я хочу вас лично поблагодарить, что вы нашли время прийти, потому что я понимаю, что вы человек чрезвычайно занятый, что вы человек, который чрезвычайно ответственный за многие жизни, и за многие карьеры, и их семьи, и огромного коллектива. Что вы настолько заняты, что вы даже забыли одеть медаль героя Украины. Что я не могу сказать не только о ваших, а о наших политиках или чиновников, которых нету времени даже поговорить с тобой, потому что они очень заняты, они очень заняты в основном создавать проблемы для страны. Как президент Регин сказал, что правительство, и чиновники, и политики, они не решают проблемы, они их создают. И у них нету времени, потому что они все время их создают. А такие люди, как вы, их решают. Слава Украине! Спасибо! Героям слава! Спасибо вам за подарок, надеюсь, что когда-то это сбудется. Ну и приятно быть у вас на передаче. Спасибо большое! Спасибо огромное, Олег, вы меня уважили, честное слово. Спасибо!